Сотрудники полиции бьют тревогу. В городе участились случаи краж двухколесного транспорта. В прошлом году за весь велосезон зарегистрировано 10 таких преступлений. Халатность самих хозяев – основная причина угонов. Продолжит Марина Михедова. С открытием велосезона на охоту за чужим имуществом вышли воры. С начала года в Муравленко зарегистрировано уже 9 фактов краж велосипедов и их комплектующих. 8 из них в мае. Все кражи совершены из подъездов. Увели железных коней, оставленных на вольном выпасе. Основная причина хищения имущества – это то, что граждане оставляют велосипеды без присмотра, оставляя в подъездах, не предпринимают меры к их фиксации, не используют велозамки. Найти удается единицы. Заявители поздно обращаются, зачастую не знают серийного номера, иногда не помнят даже цвет велосипеда. В последнем случае владельцу украденного, возможно, повезет. Его имущество было ранее зарегистрировано в реестре велотранспорта. Он у нас в реестре состоял, то есть он ранее был, проверялся сотрудниками полиции. И на основании этого реестра нам была составлена ориентировка подробная, то есть с наличием фотографии украденного велосипеда. Данная ориентировка роздана всем сотрудникам отделения. И сейчас проводится поисковое мероприятие с целью установления похищенного велосипеда. База данных уже содержит более двух тысяч серийных номеров велорам и данных их владельцев. В некоторых городах велотранспорт помечают невидимой без специального прибора краской. Опытные велолюбители знают, если и оставлять велосипед, то ненадолго и на видном месте. Но, как доказывают многочисленные социальные эксперименты, судьба вашего имущества прохожим безразлично. В маленьком городе такая наглая кража вряд ли возможна, но не исключена. В Муравленко такое случилось лишь однажды. В остальных случаях угоняли непристегнутых железных коней. Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону 02. Сегодня многие воспитанники приехали в пришкольный лагерь на велосипеде. Полицейские проверили, все пристегнуты, причем правильно, за раму. Еще раз напомнить о бдительности лишним не будет. У меня нету самочка. И как ты его оставляешь? Ну, на балкон его. Весь велосезон стражи порядка будут вести с владельцами профилактические беседы. Ведь многие почему-то не берегут своей дорогостоящей игрушки, надеясь на авось. Марина Михедова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Марина Михедова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ».